20 октября 2022 года исполняется 75 лет единственной в России кузницы летно-испытательных кадров авиационной промышленности Школе летчиков-испытателей имени Александра Васильевича Федотова. Все эти годы работу Летно-исследовательского института имени Михаила Михайловича Громова и авиационной промышленности в целом невозможно представить без Школы летчиков-испытателей имени Федотова, потому что с первого дня функционирования Школы в ее задачи входит подготовка высококвалифицированных летчиков-испытателей для авиационной промышленности нашей страны. Уже 75 лет сотрудники Школы передают свои знания, умения и опыт новым поколениям испытателей, а в стенах Школы лучшие из равных получают возможность влиться в элиту авиации, стать испытателями. За время функционирования Школы ее выпускниками стали около 900 летчиков и штурманов-испытателей основного набора. Многие из них впоследствии стали героями Советского Союза и Российской Федерации, заслуженными летчиками и штурманами-испытателями, которые подарили крылья сотням опытных и серийных летательных аппаратов военного и гражданского назначения. Уникальные программы обучения, в основе которых лежит накопленный годами летно-исследовательский и испытательный опыт, коллектив высококлассных преподавателей и летчиков-инструкторов, обладающих не только летными, но и научными компетенциями, позволяет готовить летчиков, штурманов и инженеров-испытателей такого уровня, что можно быть спокойным за будущее отечественной авиационной промышленности. Благодарю коллектив школы летчиков-испытателей имени Александра Васильевича Федотова за совместный труд и высокую ответственность, с которой вы подходите к общему делу. От всей души поздравляю ветеранов, действующих сотрудников, преподавателей и выпускников школы со славным юбилеем. Желаю поступательного развития нашей школе и успехов в важнейшей деятельности для отечественной авиации. Пожалуй, нет ни одной другой профессии, окутанной таким ореолом романтики и таинственности, как профессия летчика-испытателя. Про испытатели снимают фильмы, пишут почерки и книги. Но мало кто знает, что учат профессии испытателя вот здесь, в школе летчиков-испытателей имени Александра Васильевича Федотова. Это здание моложе самой школы. Она распахнула свои двери перед слушателем в январе 1982 года, История же самой школы летчиков-испытателей насчитывает уже 75 лет. Рассказу об этих славных годах и посвящен наш фильм. Первые послевоенные годы. Страна заживляет страшные раны, нанесенные войной. Строятся новые заводы, создаются новые образцы вооружения. В авиации полным ходом осуществляется переход на реактивную технику. Для испытаний принципиально новых самолетов требуются летчики-испытатели более высокой, чем прежде, квалификации. Легендарный летчик-испытатель Михаил Михайлович Громов предлагает создать специальное учебное заведение для подготовки летчиков-испытателей с высоким уровнем теоретической подготовки. 20 октября 1947 года за подписью Сталина выходит секретное постановление Совета Министров СССР об организации школы летчиков-испытателей при летно-исследовательском институте Министерства авиационной промышленности. Именно эта дата и считается датой образования школы. Ее первым начальником был назначен бывший летчик-испытатель авиазавода номер 22, генерал-майор авиации Михаил Васильевич Котельников. В задачи школы входила подготовка высококвалифицированных летчиков-испытателей для авиационной промышленности страны. В начале 1948 года был объявлен первый набор в школу летчиков-испытателей. Котельников лично ездил по авиационным частям и выбирал будущих слушателей. В итоге было отобрано 20 человек. Половина из них была летчиками-инструкторами, почти все участники Великой Отечественной войны. Самому старшему Сергею Савченкову было 28 лет, самому молодому Василию Комарову 24 года. Школа начала свою деятельность 5 апреля 1948 года. В мае летчики съехали с Жуковский, поселились в бараках-общежитиях и приступили к занятиям. Начальником штаба школы летчиков-испытателей стал Доминик Трофимович Мазур, командиром летного отряда Виктор Елисеевич Бойко, летчиками-инструкторами Борис Мельников, Иван Стрельченков и Леонид Торощин, начальником технической части Иван Смирнов. Лекции слушателям школы читали научные сотрудники Летно-исследовательского института. Самолетный парк Школы летчиков-испытателей вначале состоял из 14 самолетов. Примечательно, что уже через два года он вырос до 22 самолетов. Первый выпуск Школы летчиков-испытателей состоялся в апреле 1950 года. Всем выпускникам присвоили третий класс летчика-испытателя. Стоит заметить, что первый выпуск Школы летчиков-испытателей, да и не только он, был очень удачным. Шестеро выпускников впоследствии стали героями Советского Союза, девять – заслуженными летчиками-испытателями СССР. С мая 1953 года Школой летчиков-испытателей два года руководил полковник Николай Александрович Дарский, бывший до этого летчиком-испытателем на авиазаводах. При нем продолжалось становление молодого учебного заведения. Несмотря на большую секретность, информация о том, что в стране появилась школа, готовящая летчиков-испытателей, мгновенно разнеслась по авиационным частям. И вдруг услышали, что в Кратове организуется школа летчиков-испытателей. Сначала как-то это пронеслось мимо ушей, но застряло в мозгах эта заноза. Мечтающий стать испытателем инструктор Валентин Васин при первой же возможности вместе со служивцем приехал в подмосковный Жуковский. «Знаем, что здесь есть аэродром, а при аэродромной территории часа полтора ходили. Где школа? Не знаем. Где школа? Не знаем. Но думаем, как дело поставлено у профсоюзов. Секреты держат железно». Наконец кто-то сказал, а вот, говорят, в этом доме. Вот здесь, в этом здании, на втором этаже, были кое-что на первом, располагалась школа, учебные классы, маленький тренажный класс. И даже был на переходе спортивный зальчик, маленький тоже, где играли в настольный теннис. Отбор в школу летчиков-испытателей был очень тщательным. Раньше происходил отбор следующим образом. Инспектора из управления летной службы, дальше вот школьные, будущие школьные руководства, ездили по частям. И по личным делам отбирали, значит, кандидатов. Кое с кем говорили. Некоторых просто записывали. Этот список привозили сюда здесь официальным образом. Затребовали личные дела. В управление летной службы инспектора еще раз смотрели. В каждом случае происходил какой-то отсев. Если начать с первичного отбора, ну, наверное, человека 4-3 на место. А дальше все, значит, меньше и меньше получалось. И уже, когда вызывали, когда вызывали здесь полтора-два человека оказывалось на место. Это которых допускали к экзамену. Теоретическим. Примечательно, что начальник управления летной службы авиапромышленности Громов находил время для общения с каждым новым слушателем школы летчиков-испытателей. Во время этой беседы он излагал основные принципы обучения. Учиться самостоятельно принимать решения. Основное внимание уделять творческой работе. Задача инструкторов и преподавателей – делиться знаниями. Задача слушателей – творчески их перерабатывать. Программа школьная была рассчитана на два года. Хорошей теории. Там программа во многом перехлёстывалась. Программа Московского авиационного института. То есть такие вещи, которые мы раньше не слышали, здесь мы в школьной программе это дело познали. Все, конечно, скорее летать, скорее слушать. Но сначала нас посадили и объяснили, что прежде чем летать, мы с вами должны пройти определённые курсы, как и везде положено. Ну и начали нам читать. И читали, я вам скажу, очень интересно. Всё было интересно. Просто само чтение. Читал нам, допустим, Галай Марк Лазарович. Он очень интересно всё рассказывал. Он рассказывал об устойчивости и управляемости летательного аппарата. И как это проверяется, как это испытывается, какие существуют общие знакомые. Мы сидели и думали, ёлки-палки, сколько много надо знать-то. Так же потом и летать начали. Тоже. Все, ну как сказать, удивлённые нельзя сказать, что удивлённые были. Но восхищённые были, когда в один день можно было летать на трёх типах. Допустим, слетать на истребителе на реактивном, слетать на бомбардировщике на реактивном и слетать на транспортном у нас был Ли-2. В 1955 году состоялся первый набор на штурманское отделение Школы лётчиков-испытателей, на котором стали готовить штурманов-испытателей. Через год обучение на новом отделении закончили 7 человек. За прошедшее время школой подготовленной выпущены 72 штурмана. Если в первые годы в школу принимались только лётчики, ранее окончившие военно-авиационные училища, то начиная с 1955 года в Шли начали принимать и гражданских лётчиков. С разных ведомств пришли, с разных самолётов люди. Были у нас и студенты, в смысле окончившие институт, инженеры, молодые спортсмены, которые в аэроклубах спортом занимались. Были у нас и с гражданской авиацией. В декабре 1955 года начальником Школы лётчиков-испытателей был назначен полковник Иван Петрович Полунин. Военный лётчик, первым в стране выполнивший высший пилотаж на реактивном истребителе. Заместителем начальника Шли полётной части незадолго до этого стал один из первых выпускников школы Василий Архипович Комаров. Именно при этих руководителях была выработана практика привлечения в качестве лётчиков-инструкторов лучших испытателей Лётно-исследовательского института. В 1959 году состоялся первый набор на вертолётное отделение Школы лётчиков-испытателей, на котором стали готовить испытатели вертолётов. Через год обучение на новом отделении окончили 9 человек. За прошедшие годы школой подготовлены и выпущены 174 вертолётчика. В разные годы в школе были также осуществлены целевые наборы для подготовки лётчиков-испытателей, для Министерства гражданской авиации и Министерства радиопромышленности. Главная задача, главная тема, как мы и потом и поняли, и до сих пор считаем, школа нужна для углубления лётных знаний и, самое главное, для умения перехода самолёта на самолёт, чтобы человек пришёл, с истребителя сел и полетел на бомбардировщике. Потому что, в принципе-то, все самолёты одинаково летают. У всех мотор, у всех ручка управления, ручка газоуправления этим мотором. Но каждый реагирует по-разному самолёт. И вот это-то самое главное было в школе. В декабре 1960 года состоялся самый удачный, если так можно выразиться, выпуск школы лётчиков-испытателей. Самолётное отделение окончили 17 человек, инструкторами у которых были Михаил Агафонов, Николай Нуждин, Георгий Тегин и Лев Фоменко. Из 17 выпускников 13 впоследствии стали заслуженными лётчиками-испытателями СССР. Это абсолютный рекорд за всю историю школы. В марте 1962 года школу лётчиков-испытателей возглавил лётчик-испытатель полковник Александр Сергеевич Розанов. В 1965-1966 годах в школе лётчиков-испытателей под его руководством прошли подготовку лётчицы-спортсменки Лидия Зайцева, Евгения Мартова, Наталья Проханова и Марина Соловьёва. Впоследствии на самолётах МиГ-21У и МиГ-21ПФ они установили несколько женских мировых авиационных рекордов. За подготовку рекордсменок лётчик-инструктор Николай Нуждин был удостоен звания заслуженный тренер РСФСР. В ноябре 1969 года начальником школы лётчиков-испытателей стал лётчик-испытатель Лев Васильевич Фоменко. Впервые школу возглавил её выпускник. В 1970 году в школу лётчиков-испытателей был осуществлён набор сразу в три группы. На самолётное отделение – 10 человек, на вертолётное отделение – 15 человек и на штурманское отделение – 15 человек. Никогда ещё в школе не обучалось одновременно 40 слушателей. Впервые в истории школы слушателями штурманского отделения стали авиационные инженеры, то есть люди, не имеющие лётной штурманской подготовки. Эксперимент полностью оправдал себя. Из инженеров получились первоклассные штурманы-испытатели, а трое из них – Александр Артюхин, Олег Булыгин и Валерий Павлов – впоследствии стали лётчиками-испытателями. В феврале 1974 года Лев Фоменко был назначен начальником управления лётной службы авиапромышленности. Его место занял герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР, выпускник ШЛИ первого набора Фёдор Иванович Бурцев. Он руководил школой 14 лет. В этот период программа лётного обучения в ШЛИ включала в себя освоение 10-12 типов самолётов с общим налётом 120 часов. Выполнению этих полётов предшествовала большая наземная подготовка, в которой принимали участие ведущие инженеры научных подразделений Ильи и ЦАГИ. При чтении лекций по разным темам использовались наглядные пособия и стенды научных лабораторий. Кроме теории, слушатели изучали и материальную часть самолётов и вертолётов. Благодаря поддержке бывшего начальника ШЛИ Льва Фоменко, который добился от правительства выделения средств на строительство, в 1979 году было начато строительство пятиэтажного здания школы с пристройкой для размещения четырёх тренажёров. Рядом с аэродромом в 1980 году построили девятиэтажное общежитие с отдельными квартирами для слушателей с семьями. С появлением в школе тренажёрной базы появилась необходимость привлечь к методической работе лётчиков и штурманов-испытателей, списанных с лётной работы по медицинским показаниям. Ветеранам было чем поделиться с молодым поколением. Они обучали слушателей на тренажёрах и составляли различные методические пособия по выполнению полётов. В сентябре 1982 года школа лётчиков-испытателей была переименована в Центр подготовки и совершенствования лётного состава МАП. 4 апреля 1984 года при выполнении испытательного полёта на перехватчике МиГ-31 погиб герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР, генерал-майор авиации Александр Васильевич Федотов, выпускник Шли 1958 года. 17 сентября 1984 года постановлением Совета министров РСФСР Центру было присвоено его имя. В марте 1988 года в интересах более точного соответствия выполняемым функциям и исходя из пожеланий лётного состава предприятия авиапромышленности школе лётчиков-испытателей было возвращено прежнее наименование. После ухода Фёдора Бурцева на пенсию летом 1988 года начальником школы лётчиков-испытателей был назначен герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР, выпускник Шли 1965 года Владислав Ильич Лойчиков. Однако руководить школой ему довелось недолго. Уже в 1989 году школу лётчиков-испытателей возглавил заслуженный лётчик-испытатель СССР полковник Владимир Григорьевич Кондратенко. Он возглавлял школу рекордный срок – 23 года. На период его руководства школой пришёлся сложнейший период истории нашей страны. В эти годы Шли было вынуждено перейти на полуторагодичное обучение слушателей. Количество выпускников сократилось до трёх-пяти в наборе вместо пятнадцати-двадцати. И в том, что школа лётчиков-испытателей сумела выжить в это сложнейшее время и сохранить свой потенциал, немалая заслуга её начальника и возглавляемого им коллектива. С 2012 года Школой лётчиков-испытателей руководил герой Российской Федерации заслуженный лётчик-испытатель РФ, выпускник Шли 1981 года Александр Валерьевич Крутов. В январе 2020 года начальником Школы лётчиков-испытателей назначен заслуженный лётчик-испытатель РФ полковник Алексей Валентинович Наумов. Его заместителем по научно-методической части является Елена Владимировна Данилевич. Лётную часть школы возглавляет выпускник Шли Денис Владимирович Плаксин. В настоящее время Школа лётчиков-испытателей уникальное учебное заведение по подготовке лётчиков-испытателей и специалистов-испытателей экспериментальной авиации, необходимых научно-исследовательским институтам, опытно-конструкторским бюро, предприятиям и организациям авиационной промышленности. В Школе лётчиков-испытателей слушатели получают большой объём теоретических знаний и практического опыта, позволяющий им проводить испытания различных воздушных судов на высоком профессиональном уровне. Денис Владимирович Плаксин в Школе лётчиков-испытателей в Школе лётчиков-испытателей лётчиков-испытателей это не просто школа, названа школа, а школа это академия, академия лётного искусства, лётное испытание. Мы учим летать самолёты, это правильные строки, потому что пока самолёты его выкладывают на ватман, это одно. Когда его строят в деталях, это другое. А потом он должен летать. И вот как он будет летать, и как он должен летать, это зависит от лётчиков-испытателей. Как говорил Михаил Михайлович Громов, только вперёд, только прямо. За 75 лет своей работы Школа лётчиков-испытателей подготовила по программе основного набора 820 лётчиков и штурманов-испытателей. 11 210 авиационных специалистов экспериментальной авиации различного профиля прошли обучение на курсах повышения квалификации. 47 выпускникам ШЛИ было присвоено звание Героя Советского Союза, 45 – Героя Российской Федерации, 2 – Героя Социалистического Труда. 237 выпускников удостоены звания Заслуженный лётчик-испытатель, 23 – Заслуженный штурман-испытатель, 10 – Заслуженный пилот. Четверо выпускников школы совершили космические полёты. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, встречая славный юбилей нашей замечательной школы, мы отдаём дань глубокого уважения её создателям, руководителям, преподавателям, инструкторам и выпускникам, усилиями и трудом которых школа давно уже стала легендой. Заслуги, достижения, подвиги этих людей определили ход развития отечественной авиации с послевоенных лет до сегодняшних дней. Всем причастным к этому процессу наше искренне глубокое уважение, благодарность, хвала и честь. Но юбилей – это не только основание вспомнить о былых заслугах, это ещё хороший повод помечтать о будущих успехах и достижениях. Школа живёт, развивается, готовит новое поколение испытателей, лётчиков, штурманов, бортовых, инженеров, инженеров, испытателей. Хочется пожелать им большого количества полётов, интересной работы, платворной деятельности. И ещё. При подготовке к очередному юбилею очень хочется услышать слова про заслуги, достижения и подвиги, которые бы относились к нынешним слушателям, к новому поколению испытателей. С праздником, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и 2013 год. Сегодня в школе лётчиков-воспитателей отправляем уже 75-летие. Начинались 50 лет, когда мы ещё в Заряде, в России, в России, кинотеатры. И так каждые 5 лет потихонечку-потихонечку мы собираемся. Школа стареет, мы стареем. Мы стареем. Кто остался живой, дай Бог, приходят сюда и друг друга радуют. Так что всем здоровья и счастья. Как можно больше жизни. Спасибо. Присоединяюсь. Молодец. Заслуженный штурман-испытатель Российской Федерации Изотов Вячеслав Юрьевич. Школу лётчик-испытателей закончили в 1989 году. Штурманский факультет. Гуляев Владимир. Заслуженный лётчик-испытатель России. Закончил школу в 1985 году. Инструктором был Эдуард Павлович Княгиничев. Великолепнейший лётчик. Ну, после этого прошёл от рядового лётчика-испытателя до начальника лётной службы Жлипа Грязодубовской фирмы. Закончил летать давно, правда. Но ушёл не по состоянию здоровья. Просто сам. Александр Виктор Константинович родился, перестился, женился, поступил в школу, закончил её, работал лётчиком-испытателем в ЛИИ, инструктором в школе. Много лет. Совершенно замечательные успехи. Ещё, если вернуться к прошлым годам и нам царь, батюшка возьмёт шерсту над школой, обеспечит её летательными аппаратами, деньгами, за счёт чего можно было бы построить дворец, в котором бы учились, платили бы хорошую зарплату инженерам, чтобы школа процветала и дальше. Без государева финансирование и участие в этом деле не обойтись. Да здравствует наша школа. Коновалов Александр Григорьевич закончил школу лётчиков-испытателей в 80-м году. После этого работал на Нижегородском авиозрительном заводе. В настоящее время встаю за бывшим лётчиком-инструктором в школу лётчиков-испытателей. Сегодня действительно большой праздник в городе. 75 лет нашей родной, городской, единственной во всём мире на всей России. Единственная наша школа лётчиков-испытателей сегодня празднует замечательный юбилей. Собираются гости. Поэтому сегодня будет возможность поздравить всех школу лётчиков-испытателей. Это, я бы не побоялся, то, слово сказать, школу героев, которые, каждый из них это человек, который внёс огромный вклад в развитие авиации и Советского Союза, и России потом. Это, конечно, не только лётчики, это огромный коллектив, школа, которая и сегодня работает, и продолжает работать, и набран новый курс слушателей. Поэтому я желаю школе дальнейшего процветания, беречь традиции те, которые были заложены, и развивать традиции новые. И сегодня, конечно, будем поздравлять всех выпускников бывших, нынешних, которые сегодня курсантами уже являются этой школой. Жуковский является столицей авиации нашей страны, поэтому мы очень рады и горды, что в городе Жуковском мы закончили школу лётчиков-испытателей. Гаврилов Николай Фёдорович, выпускник школы лётчиков-испытателей 93-го года. Это удивительное заведение, о котором можно рассказывать много и много. Оно было одной из пяти альма-матер во всём мире, которое было уникальное, и попасть и учиться в этой школе для каждого лётчика это было величайшая честь, где нас наши славные авиаторы учили побеждать страх, и мы потом вместе со всеми учили самолёты летать. Мы много научили перед нами, которые были, конечно, это ребята, товарищи, наши старшие, поднимали воздух, мы сопровождали дальше. И сейчас лётчики, которые учились и выпустились, продолжают это славный дел. Наверное, поменьше работы, но само качество работы, что и лётчик-испытателей, оно не уменьшено. И мы надеемся, что школа будет жить. Ну, а мы здесь от сегодняшнего дня ждём встреч с людьми, которыми, ну, иногда нас время заставляет растянуть вот эти встречи. Надеемся на встречу, надеемся, что все прекрасно себя чувствуют и готовы к дальнейшей работе. Спасибо. Школа была закончена в 78-м году. Наш выпуск НПО «Взлёт» созданный Грязодубовой. И сегодня спразднуем 75 лет в школе-испытателе, которую с удовольствием закончили и продолжаем работать. Бессонов Александр Никитич и Бройбрат Владимир Никитич и Грязодубовой. Организация, которая дала путёвку в жизнь, которая помогла нам стать удивительными людьми, которые называют заслуженные лёщи-испытателями. Благодарим наш ЛИИ за то, что обучил, что нацелил нас на путь истинный, на то, что они вложили в нас столько сил и энергии. Мы рады вас всем приветствовать и видеть от имени взлёта. Приятно. Рейнг, август, закончил школу-испытательной в 1993 году. В 1993 год сегодня завтра исполняется 29 лет, как мы выпустились. Ваш традиционный праздник школьный. Поэтому вот мы сегодня будем вспоминать наших учителей, наших товарищей. Увидим многих здесь. Я вас поздравляю с праздником. Разрешите вас поздравить. пожелать здоровья всего самого доброго. Ну, кого воспитали, да? Смех, смех. Гордеев Владимир Дмитриевич. Заслуженный лётчик испытатель в СССР. В 1974 году закончил школу лётчиков воспитателей. А сегодня получается у меня юбилейный год. 50 лет, когда я в лётной советской институте. в 1972 году я поступил, в 1974 закончил. Потом куда-нибудь вылезет? Надо. Я хочу, что школа прошла большой жизненный путь. У нас много очень заслуженных людей, героев России. все, что было в наших силах. Мы старались сделать, объявить все, развивать. Время такое, что хотя сейчас у нас уже пошли поддержки, я думаю, что все наверстаем и все будет у нас отличным. Итограги. Я отойду. Чего? Иди сюда. в смысле я хотела, чтобы вы выехали. Выпускникам вчера. Я была не подготовлена. Да, выпуск, выпуск, можно сказать, не этого года. Школу летчиков-воспытателей месяц. Слушатель с инструктором. Да, да, да. Крайне зачетный полет. все хорошо. Буквально три недели назад. Все замечательно и здорово. Сириль Евгений. Закончил школу в 2021 году. Проектолётное отделение. Работаю в ЛИИ имени Гомо. Будем надеяться, что школа дальше будет жить, расти и развиваться. Пускать замечательных летчиков-воспытателей в будущее. Сегодня очень хороший, знаменательный праздник. И вот мы пришли поздравить всех участников, увидеть тех, кого не видели давно. Всем огромный привет. Очень рады нашей встрече. Действительно знаменательное событие. Многим участникам уже именно столько, сколько сейчас город по возрасту. Так что я думаю, что это прекрасно, что их помнят, что их приветствуют и всего им наилучшего, как и нашему городу. Слушай, мне кажется, я так лучше очень. Просто звезда. Ну, я же так говорила, что дикто поставлено и все прекрасно. Меня что зовут Евгения Горкина. Я сюда приехала из Центрального Дома Авиации и Космонавтики старейшего музея в Европе и в нашей стране. Хранителя истории авиации. Так что сегодня тоже поздравим Школу Летчиков и Испытателей с юбилеем. Компания РусАвиапром город Новосибирск сегодня присутствует на мероприятии посвященном 75-летию Школы Летчиков и Испытателей в составе генерального директора Крюкова Алексея Сергеевича и начальника ЛИКа Акутина Алексея Геннадьевича. Приветствуем гостей, приветствуем руководящий состав. Рады посетить мероприятия и надеемся, что с каждым годом количество гостей будет расти и увеличиваться. Не только гостей, но и выпускников Школы Летчиков и Испытателей. А это самое важное. С праздничком! Привет! Твой подарок у меня в машине. Хорошо. Вяткин Виктор Владимирович, штурм и испытатель ЛИИ. Также работаю в школе, преподаю воздушную навигацию. Очень рад сегодня всех видеть в честь 70-летия центра. Поздравляю всех с праздником. Всем всех благ и удачи! Ну это с концертом вместе. С концертом? Я антиш в дворце. Какой? Какой? В этом сад в дворце. Все, а я какого? А у нас еще собираемся машине. По зуму работаем полтора пуза. Если вам нужна еще книга, пожалуйста Вдруг вам кому-то подарить нужно На самом деле, берем книжечку С той стороны у нас есть видеоматериал Мы здесь по годам, да? Или по выпуску По выпуску Мы помогаем, мы сопровождаем, предлагаем сфотографироваться на фотозоне И поднимаем хорошее настроение Да Летчик-испытательный роман седых Александр Валерьевич Ты еще лет не виделся Александр, как дороги? Самое главное Нормально Не дождетесь Правильно Здорово Мы Авиастар Ульяновск Филиал Пау-Ил Авиастар Город Ульяновск Летчик-испытатель Штурман-испытатель В 22-м В 22-м В 22-м В 22-м В 22-м В 22-м Аппаратом Давай снимаем Ну давай Бойцы Бойцы вспоминают минувшие Кого-то мы рубили там саблей Бойцы Берегов Владимир Викторович Заслуженный летчик-испытатель 1978 год выпуска Единственный выпуск, который каждый год собирается У нас 44 года 44? Да Иголай Викторович Летчик-испытатель Воробьев Феликс Михайлович Летчик-испытатель Выпуск 68 года Иголай Викторович Я уже сказал Ну дай я вот с этим поздороваюсь Вот там на работе некогда обняться А то берегу Самое вредное Привет Виктория 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Летно-испытательных кадров в интересах всей авиационной промышленности. Уже 75 лет сотрудники школы передают свои знания, опыт, умения новым поколениям испытателей, а в стенах школы, равные из лучших, приобретают возможность влиться в элиту нашей отечественной авиации и стать испытателями. За все время функционирования школы мы уже приближаемся к цифре подготовки основного набора около 900 человек. Это наши летчики-испытатели, наши штурманы-испытатели. Многие после завершения школы, работая в авиационной промышленности, становились героями Советского Союза, героями Российской Федерации, заслуженными летчиками-испытателями, заслуженными штурманами-испытателями. Благодаря вам сотни-сотни летательных аппаратов, как военного, так гражданского назначения, как опытные, так и сирийные, получили свою путевку в жизнь и вы им подарили крылья. Низкий вам поклон за это. Основное достояние нашей школы это, конечно же, люди. Это наши преподаватели. Это летчики-инструкторы. Инструкторский состав. Высококлассные профессионалы свое дело. Это основной фундамент нашей школы. Конечно же, наша школа обладает еще одним уникальным фундаментом. Это наши программы обучения, которые построены на опыте летной, летно-испытательной, летно-исследовательской и научной работы, которая приобретена здесь, в стенах Летно-исследовательского института имени Громпа. Благодаря этим двум фундаментам мы смотрим в будущее с оптимизмом. Хочу вам доложить, что школа летчиков-испытателей работает по своей программе. Набор продолжается. Работы очень много. А если говорить с точки зрения экономики, наша школа еще и прибыльна. Она зарабатывает. Она приносит свои результаты. Благодарю коллектив школы летчиков-испытателей за вас самоотверженный труд, за вашу высокую ответственность в решении наших общих задач. Поздравляю вас, дорогие товарищи, в первую очередь, товарищи ветераны, действующие сотрудники. С праздником, товарищи выпускники школы летчиков-испытателей, с Днем образования школы летчиков-испытателей имени Александра Васильевича Федотова. Желаю нашей школе поступательного развития и только вперед. И всем нам успехов в этом непростом деле подготовки кадров для нашей авиации. С праздником, дорогие друзья. Спасибо вам. Первым началиком школы летчиков-испытателей был назначен генерал-майор авиации Михаил Васильевич Котельников. Уже весной 1948 года школа начала свою работу. В частях ВВС были отобраны лучшие пилоты. Летом начались занятия. В мае 1950 года состоялся первый выпуск школы летчиков-испытателей. Он состоял из 20 человек. Шестеро из них стали героями Советского Союза, девять – заслуженными летчиками-испытателями СССР. С тех пор историю отечественной авиации невозможно представить без школы летчиков-испытателей. За 75 лет основной курс школы окончили 820 летчиков и штурманов-испытателей. Более 11 тысяч авиационных специалистов различного профиля прошли обучение на курсах повышения квалификации. Именно выпускники школы летчиков-испытателей дали путевку в небо всем самолетам и вертолетам, разработанным в нашей стране за последние 75 лет. 93 выпускника школы стали героями Советского Союза и героями Российской Федерации. Двое – героями социалистического труда. 262 – заслуженными летчиками и штурманами-испытателями. 10 – заслуженными пилотами. 10 – лауреатами Ленинской и Государственной премии. Поздравительное слово заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дениса Борисовича Кравченко. Дорогие друзья, 20 октября 2022 года школа летчиков-испытателей отмечает 75 лет со дня своего основания. Это заведение по праву можно называть уникальным для нашей страны. В этот день, ровно 75 лет назад, легендарный летчик-испытатель, основатель ВИИ Михаил Михайлович Громов предложил создать специальное учебное заведение для подготовки летчиков-испытателей с высоким уровнем теоретической подготовки. Именно так началась история школы летчиков-испытателей имени Федотова. Имея богатую за спиной историю, школа уже подготовила по программе основного набора 820 летчиков-испытателей и штурманов-испытателей, 11 210 авиационных специалистов экспериментальной авиации различного профиля, прошли обучение на курсах повышения квалификации. Как я всегда говорю, ученики – это лицо любого образовательного учреждения. Могу сказать, что школа по праву может гордиться своими выпускниками, среди которых 46 героев Советского Союза, 46 героев Российской Федерации, 2 героя социалистического труда. Такие значительные успехи учеников могут свидетельствовать ни о чем другом, как о высочайшем уровне подготовки, что является заслугой руководства школы и ее преподавательского состава. Хочу особо поблагодарить за добросовестный труд в авиационной отрасли и высокий профессионализм в работе Александра Брониславовича Соловьева, Алексея Валентиновича Наумова и Дениса Владимировича Плаксина. Благодарности от моего имени уже находятся в работе и будут направлены чуть позже. Дорогие друзья, позвольте в столь знаменательный и важный для каждого из нас день пожелать не останавливаться на текущем развитии, всегда смотреть в будущее, в небо и работать, не покладая рук на благо нашей Родины. Выпускники и преподавательский состав без преувеличения гордость нашей страны, а ученики школы ее будущее. С моей стороны вы всегда можете их рассчитывать на всестороннюю поддержку. С праздником вас! Это было поздравительное слово от Дениса Борисовича Кравченко. Для вас поет известный авиационный парт Николай Анисимов. Добрый день, дорогие друзья! От всей души позвольте поздравить вас с праздником. Я сегодня буду работать, наверное, таким иногда неким рупором, озвучивающим поздравления. Но учитывая, что я приехал из Минска, из Братской Белоруссии, позвольте передать слова искренних поздравлений от авиаторов в Беларуси, в первую очередь от ветеранов и, конечно же, летчиков военно-воздушных сил Республики Беларусь. Ну а песня – это посвящение всем вам, летчикам-испытателям. Песня – это посвящение всем вам, летчикам-испытателям. Песня – это посвящение всем вам, летчикам-испытателям. Они испытывают нас, а мы испытываем их Мы воедем летать и работать и хочем А ты, они тоже нас много молочат И хоть красота из девцов заедучи А грамматики мало, зато не скучно И пусть салаты нам горе предложат У царства за него мы точно откажем Летаем на все, что летает, а даже На том, что летать войти не может Подождутся, Василий, что мы живем, как у Масты, Сын Считать, сколько тратили, считая, что вновь есть мир Может, в полной романтике благоволит удача, да Иди везут на фантике, что реально мы любят по сторонам И отъедем мы таким, что не измерит кошелек А ты останется на плык нападочным и одинок И вновь, как и в парах вас таких холодных высохи Они испытывают нас, а мы испытываем ваги Ну и пусть салаты нам горе предложат Ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце, и в душе А грамматики мало, зато и не скучно И пусть салаты нам горе предложат У царства за него мы точно откажем Летаем на все, что летает, а даже На том, что летать поистине не может В гадах ставление хоть и мог еще в тот край пройти Чтобы не было сомнений, вот это мог сказать Лети любимому ребенку, что законы научил ты жить И в лебедях, в узелках слов, как в сказке приворозить А помните те новые, которые сильнее и умнее Скортили, рисковые, не думают для нас, рэнкли И снова непослушно, кто с берега руками прийти Они испытывают нас, а мы испытываем ваги Мы в лебедях, все работать захочем Бумаганами тоже нас много получат И хоть красота есть и в солнце, и в душе А грамматики мало, зато и не скучно И пусть салаты нам горе предложат У царства за него мы точно откажем Летаем на все, что летает, а даже На том, что летать поистине не может Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Примечательно, что она стала не только первоклассным испытателем, но и совершила два космических полета Мы приветствуем выпускницу школы летчиков-испытателей, единственную женщину дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, первую женщину, совершившую выход в открытый космос, заслуженного мастера спорта СССР, летчика-испытателя, депутата Государственной группы Российской Федерации Светлану Евгеньеву Савинскую Субтитры создавал DimaTorzok Продолжает традиции школы летчиков-испытателей Я очень рада, что за непростые 30 с лишним уже лет после развала Союза были всякие времена, и всякие времена были для школы летчиков-испытателей, для ЛИИ Я думаю, что мы все должны поблагодарить тех, кто продолжал работать и сейчас работает, за то, что все-таки удалось сохранить школу, сохранить традиции, методику подготовки Все то, что было наработано, ну вот, многими годами, то, что показано было в фильме, мы видели тех, здесь и Будкова, Амед Хан, Султан Замечательные кадры, надо бы, вообще-то говоря, предложение этот фильм, может быть, хотя бы выпускником, может быть, на флешке или как-то раздать или продать или как-то, чтобы у нас было, потому что это редкие кадры И потом я видела здесь вот фотография постановления Сталина, подписано, как я понимаю, создание школы Вот, если можно дать копию, я бы это использовала в своей работе, потому что, как зампредкомитета по обороне, мы сейчас Да не только комитет по обороне, и вся Государственная дума, и прежде всего оборонные направления Мы сейчас имеем возможность, вот в это непростое тяжелое время, когда государство все-таки повернулось и к оборонке, и к авиации Когда поняли, что без своей авиации мы не проживем Я думаю, что вот это вот постановление, оно поможет мне в работе, какие-то вещи доказывать Знаете, люди лучше понимают, когда что было организовано, какие традиции И, может быть, мы какие-то можем, я не говорю слова, выбить деньги Нет, деньги сейчас, кстати, есть, выделяются достаточно, но с тем, чтобы статус школы, ну, в общем-то, поднять Я думаю, сейчас самое время этим заняться Я хочу вам передать поздравление всем, кто здесь находится, вот своих коллег и по комитету по обороне Государственной думы От своих коллег и товарищей по фракции КПРФ в Госдуме, потому что всегда это было в поле нашего зрения Все эти годы, очень непростые годы, мы с вами встречались и на 70 лет, тут и на 65 лет были Встречи такие, и мы все рассчитывали, хоть бы школа сохранилась, потому что были тяжелые времена, денег не было Но сейчас, вот слава богу, тот период, когда мы можем, ну, сделать какой-то жим, скажем так, какой-то скачок С тем, чтобы было поднято значение школы летчиков-испытателей, потому что без этого авиация у нас не возродится И я думаю, что ОАК, в составе которого ЛИ, так сказать, находится и, так сказать, функционирует Ну, должен сейчас обратить самое пристальное внимание на ШЛИ Ну, и на ЛИ, конечно Вот здесь было сказано, что школа приносит большой доход Что коммерчески выгодное предприятие было сказано и помогает ЛИ существовать, наверное А я думаю, что это не совсем правильно, я думаю, государство должно сейчас вложить свои деньги в школу Чтобы не школа зарабатывала, а чтобы она имела деньги Отбирать тех, кого надо, не тех, кого пришлют со своими деньгами учиться Отбирать, кого надо, чтобы поднять статус, поднять престиж Именно школы, как государственные институты Но я думаю, что это у нас сейчас большая программа работы на будущее Исходя из нынешней ситуации, непростой, тяжелой ситуации Но которая поднимает нашу авиацию Которую пытались загубить, причем целенаправленно пытались загубить Все эти 30 лет наши, это пятая колонна в разных ведомствах То сейчас без этого не обойдется Я думаю, что все, кто может, все, кто должен Мы должны сейчас использовать текущую ситуацию для возрождения Ишли, Илии Чтобы это было не просто коммерческие организации Это наука, это испытания, это новая техника И у нас все еще есть большие заделы Поэтому давайте использовать этот юбилей и возможности С тем, чтобы на какой-то новый хороший уровень школу поднять Я, конечно, очень благодарна школе испытателей Тем инструкторам, которые меня и моих коллег учили Той методике, на которую мы уже, так сказать, наше поколение пришло Уже была отработана методика И мы практически все были после институтов с высшим образованием Зачастую с авиационным образованием высшим Но то, что давалось в школе По линии испытаний, по линии методики испытаний Это уникальные вещи, я думаю, в институте не научат А нас этому научили, поэтому я очень благодарна школе Ну и вообще, благодарна такой системе летно-испытательной работы Которая была в свое время в МАП Там и все, ну не то, что все нынешние, может быть, не оттуда Но вышли ты мы из МАП Это была школа Это была строгая школа За каждым из нас следили, подмечали Кто ты и что ты, чем ты занимаешься Как ты работаешь, насколько ты пунктуален Насколько ты педантичен Насколько ты готов к каким-то сложным вещам Вот это вот, то, что было тогда Вот надо, чтобы обязательно оно возрождалось Не возрождалось, наверное, оно осталось Чтобы было развито как можно больше Только тогда мы новые кадры в школе будем получать Ну на том уровне, на котором выходили те, кто вот здесь вот сидит Я их вижу всех Вот Потому что мы прошли очень хорошую школу Я хочу еще раз вас поздравить Я не буду тут перечислять Скажем, какие там Как сейчас Кравченко прислал бумагу Мог бы, вообще-то говоря, приехать Он депутат, вообще-то говоря От Московской области Мог бы и приехать Ну ладно, это бог с ним Но это неправильно, понимаете Потому что когда надо получить голоса ваши Товарищ ездит А когда не надо получить, он письма присылает У нас сегодня нет никаких заседаний Ну это так, к слову Потому что я первый раз вижу, что вот приветственное послание Приветствия в школе Первый раз за все эти годы, что вы были Вот кто-то зачитывал Хочешь поздравить? Приедь Или передай с кем-то папочку Ну Это между делом Но это тоже надо иметь это в виду Потому что это вот и какая-то часть отношения Все еще сохранившегося может быть Я думаю, что мы сейчас должны переломить Самое время Напомнить всем, что такое авиация Не будь, ну тот же самый кинжал Что такое кинжал? МиГ-31 Не будь МиГ-31, не было бы кинжала И все, кто здесь понимает, знает Не верни на МиГ-31 Не верни на МиГ-31 И модернизируя, ничего бы не было А что такое МиГ-31? Те, кто вот показаны были Тот же Вотков на МиГ-25 Это фактически тоже МиГ-25 МП, это МиГ-31 И те, кого мы видели Кого мы знаем И кого с нами нет Это все то, что сейчас Сейчас защищает нашу страну Не случайно, но вот сейчас даже сказали Вот кинжал хорошо показал Надо было сказать, что МиГ-31 С кинжалом себя показал Надо, чтобы все об этом знали Многое она говорила Еще раз поздравляю Я думаю, нам есть чем гордиться Всем, кто работает в школе Кто сейчас обучается И кто обучает Есть чем гордиться И есть с кого брать пример Вот с тех, кто сегодня здесь сидит Вот в зале, в летчики-испытателе И штурманы-испытатели И вы всегда можете рассчитывать На нашу поддержку Насколько это возможно В наших силах Все Мы приглашаем на сцену Старейшего выпускника Школы летчиков-испытателей Заслуженного летчика-испытателя СССР Виктора Ивановича Кирсанова Виктор Иванович закончил школу В 1959 году А потом в 8 лет был Летчиком-инструктором Школы летчиков-испытателей АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие товарищи, очень тяжело говорить АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Столько лет стоил Столько работали вместе Столько летали Рад Что школа живет их 75 лет Я ей отдал тоже свою Долю труда В нашем наборе Был И тот Чье она имя носит Саня Федотов Был у нас Староста Нашего выпуска Теперь школа носит это имя Школа Это академия Практическая академия Вот И сейчас в авиации И раньше было Летчик может в один день Летать только на одном самолете Ну может быть на втором Модификации его А школа Научила летать на всех самолетах И Когда мы вот встречались Со своими кто остались Мы ушли в школу Они продолжают Мы говорим Да вот мы сегодня летали На том На том Хватит болтать Летали Как это на этом вы летали На одном типе только можно А действительно Вы знаете Такие вот До сих пор вспоминаешь В один день Можно было на МиГ-19 Слетать У нас еще были Старые самолеты Для современного мира Это был 58-й год Всего лишь В этом же В этот же день Слетать На Ил-28 Это бомбардировщик уже Все вы знаете Что мне рассказывают И в этот же день Полетать еще на Ли-2 Вот это Главная задача школы Была Одна из главных Вернее скажем так Потому что школа Кроме умения Обучения Умению Переходить с самолета На самолет На любой самолет На истребитель На тяжелый надо Пожалуйста на тяжелый Она привила И это выпускники Все кто прошел Полный курс Полуторагодичный Двугодичный Они это усвоили И кроме того Пошло Техническое обучение Инженерное Такие ведущие Инженеры были Замечательные Да и сейчас конечно Еще остались Но уже мало Вот не встречаю Почти таких С которыми работали Рассказывают Все понятно А многие летчики У нас тогда еще Были без высшего Образования И как говорится Нарисует Педагог Объяснит Все становится Понятно Что такое Помпаж Это что такое Помпаж Все объяснит И еще Пошутит Немножко Объясняя Что означает Это французское Слово Конечно Летчики воспринимали Хорошо И запоминали Это навсегда Что это такое Школа Это действительно Академия Академия Теоретическая Академия Практическая И академия Человеческая Слава нашей школе Большое спасибо Школе Школа Мне дала Возможность Очень много Увидеть Очень много Где побывать С очень многими Интересными Людьми Встретиться Кстати Можно сказать Крестный отец мой Был Михаил Михайлович Громов Он сам того не знал Да и я не знал Что он тогда Крестный отец Я был воспитанником Сыном полка Так называемым И с его разрешения Меня на его самолете Покатали И вот я заболел Авиация И с тех пор До сих пор болею Желаю и вам Товарищи Мои товарищи Дорогие Болеть авиацией И дальше Чтобы наша авиация Все подъяснила Благодаря тобой Какой она и была Развлека вам Дорогие Дорогие Сто тридцать выпускников И инструкторов Школы летчиков-испытателей Не вернулись Из полета Они отдали делу Авиации Самое дорогое В своей жизни В память о них Объявляется Минута молчания Минута молчания Минута молчания Минута молчания Минута молчания Спасибо Спасибо Игра Все слова любви в скучных слезах Слизь в окно, рыдая без сердца, как поцелуй. И все тянется давно. Ты уйти не мог, прощаясь на света. И видит Бог, надеясь, что когда увижу вновь эту святую любовь. И дам я гляду вновь. Вечная любовь, всесильная быть трудна. В ней будь один, сквозь нас идет оман. И дует страх, и туман, туман, обман. И дам я гляду вновь. Вечная любовь, первым и пленей. Но он принесло для памяти моей. Чем больше мне, глубже на ко мне. Все слова любви, безумный крик сердец. Слова тревога и слезы, наконец. Принес для всех, дружек, прожитый путев. Зорька растет, и в сумраке ночном умрет, уйдет. Но оживет потом, и все вернет. Зорька растет, и все вернет. Вечная любовь, живу, чтобы любить. Как слепо быть, без последних дней. Один лишь ты, жить любят тебя, тебя навсегда. Навсегда. Очень символично, что в этом году свое 75-летие отметил и наш любимый город, названный в честь отца русской авиации Николая Егорыча Жуковского. Утопающий в зелени аллей, окруженный бескрайними лесами и красивыми озерами, он дышит славой отечественных летчиков и авиаконструкторов. И поэтому многие улицы нашего города носят имена выпускников Школы летчиков-испытателей. Это улицы Олега Гудкова, Анатолия Левченко, Александра Федотова, проезд Римонтаса Станкевичуса, шоссе Эдуарда Эляна. Мы приглашаем на сцену главу городского округа Жуковский Юрия Вячеславовича Прохорова. Добрый день, дорогие друзья! В этом зале действительно сегодня собрались все друзья, всех тех, кто любит небо. В городе сегодня действительно большой праздник. В этом зале, наверное, весь цвет летного состава советской и российской авиации, и я уверен, что я не ошибусь в этом. Поэтому нам очень приятно сегодня здесь всех видеть. Я в АЭС смотрел вот эту встречу людей, которые многие, наверное, друг друга много не видели в многое время. Поэтому так было приятно все это видеть, как вы между собой общаетесь. Дорогие друзья, где могла появиться такая школа? Конечно, мы понимаем нигде, кроме как в нашем любимом городе, городе людей влюбленных в небо, в Наукограде Российской Федерации, именно здесь и появилась, да, единственная в нашей стране школа, школа летчиков-испытателей. 75 лет. И когда она появилась? Конечно же, в тот же год, когда и появился наш город. Поэтому школа вместе с городом в этом году отмечает свое 75-летие. Дорогие друзья, хочу от всей души, от всех жителей города поздравить вас за то, что вы делали, делаете, и я уверен, еще много что сделаете для развития нашей авиации, как говорили предыдущие наши выступающие. Берегите себя, здоровья всем вам, вам, вашим близким, чтобы все у вас было хорошо. Будет у вас хорошо, значит и наша авиация будет процветать. С праздником! И чтобы небо над нашими головами все-таки было медным. «Я люблю тебя, Россия» Так называется вокально-танцевальная композиция артистов Санкт-Петербургского театра «Степ-шоу» Солисты Аделина Ковальчик и Евгений Лысков Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь, Солисты Аделина Ковальчик и Евгений Лысков Неразначная сила, нераскаданная грусть, Ты разноха не объявлялась, Нет ни в чем тебе должна, Ты веками не поняла, Всю жизнь в нем не умерла, Ты веками не поняла, Чему жизнь в нем не умерла, Много раз тебя пытайr Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 По знаменованию 75-летия Школы летчиков-испытателей за большой вклад в дело подготовки новых летно-испытательных кадров Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель России Венер Мансурович Мухаммед Гореев И заместитель начальника Школы международных студателей имени Медозова Елена Владимировна Данилевич Награждены высшей корпоративной наградой – медалью Громова Награды вручает генеральный директор Летно-исследовательского института имени Громова Евгений Юрьевич Пушкас АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Также за большое дело подготовки новых летно-испытательных кадров отмечены работники института. Почетной грамотой Московской областной думы три человека. Благодарственным письмом Московской областной думы четыре человека. Почетной грамотой главы городского округа Жуковский одиннадцать человек. Благодарностью губернатора Московской области пять человек. Благодарностью главы городского округа Жуковский девять человек. Благодарственными письмами губернатора Московской области трое человек. Почетной грамотой Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области один человек. Почетной грамотой Акционерного общества Ледной и Северной института имени Громова 6 человек. Благодарственными письмами генерального директора Ледно-исследовательского института имени Громова 5 человек. А сейчас мы приглашаем на сцену выпускников Школы Летчиков-Испытателей 2022 года. Дипломы об отчаянии школы выручают генеральный директор Акционерного общества Авиакром Дмитрий Анатольевич Волошин и начальник Школы Летчиков-Испытателей имени Громова Алексей Валентинович Наумов. Дорогие друзья, очень приятно, что такой торжественный день. У нас есть возможность вручить дипломы, причем есть люди, которые им на сегодня выпускные экзамены сдавали. Так вот повезло. Итак, по алфавиту. Джузеу Олег Игоревич. Кораблев Николай Александрович. Лопутин Николай Алексеевич. Археев Сергей Викторович. Юсил Андрей Валентинович. Юсил Андрей Валентинович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Лепушевич Андрей Сергеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день, уважаемые друзья. И я искренне от всей души хотел бы, конечно, прежде всего, поздравить выпускников Школы летчиков-испытателей 2022 года с этим знаменательным событием, с окончанием школы и приобретением уникальной возможности участвовать в деле всей их дальнейшей жизни в летных испытаниях. Чего им можно пожелать? И можно пожелать только много хорошей, интересной, сложной и нужной нашей Родине сейчас работы. Я надеюсь, что выпускники, закончив Школу летчиков-испытателей, заберут в своем сердце частицу тепла и частицу души учителей, которые их готовили к этой серьезной работе. Я хочу сказать огромное спасибо нашим учителям, тем, кто вложил и выпускников, и всех присутствующих здесь свои знания, опыт и, прежде всего, любовь к авиации. Я хотел бы искренне поприветствовать ветеранов Школы чьим трудом, самоотверженным трудом в тяжелейшие годы создавалась Школа, создавался тот фундамент, на котором она работала, работает. И я надеюсь, нашими с вами совместными усилиями будет продолжать работу на благо развития российской авиации. С праздником вас! Спасибо! Продолжаем наше приятное мероприятие. Мухачев Павел Владимирович, он, наверное, уже напрягся. Ну, не совсем все. Рояль в кустах все равно должен быть. Приветственный адрес, Алексей Валентинович, пожалуйста. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я уже говорил, что я буду сегодня оснащивать некоторые поздравления. Я вот перед обедом звоню одному своему близкому другу, многие его тоже, конечно, знают. И он говорит, ну, мы не можем сегодня не приехать. Ну, конечно, они все бы не приехали, он бы приехал. Говорит, у нас сегодня полеты, ты там передай наше поздравление. Скажи, то, что мы сегодня делаем на наших полетах, это в честь школы летчиковоспытателей. А то, что они делают, это в небе губинки. Это пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». Разговаривал я с Андреем Анатольевичем Алексеевым, командиром 237-го центра показа авиационной техники. И он говорит, ну, он такой простой сервис, ну, ты же знаешь, что им спеть. Вот именно ее и спой. Ну, я ее сейчас испоехал. Я летчик. Красивая форма, лампад голубой, и даже заведет кто-то порой. Я летчик. И сколько турбин на земле лучше звук. Кому из самолета, ты мой верный друг, Летчик. Мне хочется в небе бездонным летать, Сальто готовь его к жизни отдать. Я летчик. Ничего в доне, моя душа продала, Ты кажется, это рождение летала. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, И мне без него не прожить. Даже хворь и денечек. Я на полосках нарисую петли разоленого, Корпус делаю в бошу. Я летчик. Пускай перегрузка предать, Сердю, но небо родное предать, Я воверь не посмею. И сибирь я тоже, конечно, люблю, Но только когда не по ней она не летит. Я летчик. Семьи летнулся, на труду пирожи, Товерносит мне несколько шин. Я летчик. Без меси в паку можно просто отжать, Семьи, он сказал, что не сложно летать. Я летчик. Без меси в паку можно просто отжать, Рисую петли разоленого, Корпус делаю в бочке. Я летчик. Без меси в паку можно просто отжать, Без меси в паку можно просто отжать, Рисую паку можно просто отжать, Мне совсем не понять, Заставить хотят меня строй сжигать. Я летчик. Без меси в паку можно просто отжать, Семьи летом позже на лесу, Рисую петлю верой, Рисую по рукам сделать бочку, Верьте, он. Пускай мне грунтка придавит, Сын я на небо, Распредатия вовек Не по спельню Веселые тоже, конечно, люблю Но только когда мне поедать не Но только когда мне поедать не Но только когда мне поедать не Я не хочу Спасибо Следующая песня у меня такой интегрив Из стихотворения Владимира Владимировича Маяковского Я его безбожно сократил до четырех строк Но вы его, конечно, по школьной программе Нашей, той советской, знаете У меня растут года Будет и семнадцать Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься? Книжки переворошив, намотай себе на ус Все работы хороши Выбирай Помню, мы в школе Учили стишок В классе Поэт в нем Рассказывал Детям Мол, хороши все работы Дружок Сотни профессий На нашей планете Выбрать на вкус Я не принял совет Я за отцом И с обратом Тянулся Ну и, конечно, Примером был те Тот, что из неба войны не вернулся Бабушка Бабушка Мне говорила Внучок В колю Взлетай 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 Аккуратно Ох, тебе Помощь Когда горячо Чтоб ты всегда Возвращался Обратно Вот Вылетели Я с ними летал Испоминал Я нередко Погурю Чаще Тогда Когда Прямо В металл Мне Мало Тебе Заряды Не Пойли Ты В этот Миг Мне Казалось Вредил Вмиг Когда Тетка С Костой Уцеплялась К Бабушке Срочно Вернуться Хотел Чтоб Мне С Порога Она Улыбалась И Как Тогда Говорила Внучок Хорю Взлетай 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 Аккуратно Бог Тебе Помощь Когда Горячо Чтоб Ты Всегда Возвращался Обратно Вновь Временка Гуля На Вылет И влёт Бабушка Деду До Но Улетела Только Мне Кажется Каждый Полёт Смотрят они, чтоб меня не задело Тем словно рядом команду дают Бей, внучок, а такой я прикрою Отвоевал я теперь твой черед Помни, что с бабкой мы рядом с тобою Полушка с детом, вертят мне внучок Хулюж летаешь, летай аккуратно Бог тебе в помощь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Папа-па-па-па-па-па Папа-па-па-па-па-па-па-па Па-па-па-па-па-па! Па-па-па-па-па-па! Па-па-па-па-па! Памушка мне говорила внучок, Коль уж летает, летая мурака, Был тебе помощь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, Но не всегда аккуратно. Всю жизнь летал, было в летал, Но возвращался обратно. Возвращайтесь, обыватное, обязательное, 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 спасибо. Следующая песня, я всегда говорю, что я имею честь озвучивать определенную часть летной программы Московского аэрокосмического салона. В том числе и, наверное, тем, кто есть здесь, в этом зале. Пилотажную программу, ну, в русских видах здесь трижи и то, что происходит в небе. Вы там недоступны, а мы стоим на выносе, в том, куда-то возвращаемся. И вот эти все зрители, они подбегают к нам и говорят, спасибо, спасибо. И вот постоянно вот это звучит. А как? То, что там происходит, как это вообще возможно? Я все время шутку говорю, хотя в каждой шутке есть доля шутки. Но я все время говорю, все очень просто. Нужно всего лишь научиться летать. Хочешь, хочешь, научу тебя летать? Хочешь, расскажи тебе о птице искать? И ночью от одну поверхность улететь. И, коснувшись лёгкой части, ведь главное — это тень. Знаешь, ты не сможешь этому забыть. Знаешь, этого невозможно не любить. Слепкаешь, облакаясь, знаешь, как теплотноешь. Небо мощно обнимать, главное — это тень. В звёздной высшине, в реалии во сне Обладу незаконной физики зумит. В формулы поправки, сидим взорвавки, И с лёгчением из правил улететь. Все умоны тебя, где-то в облаках, Умываясь, небесами облинить. Что хотеть, мечтать, что любить, летать, И успеть, успеть. Веришь. Если верить, сбудется мечта. Веришь. Лучшая команда, арминка, сумеришь. Два на два, дожишь выйти, пять веришь. Поповысь, несложно улыбать. Главное — мечта. В пылью разлетится русским сыром. В пылью навернётся главная мечта. Игры я не дадут любовь твою. Значит, это небо можно пить, И главное — любить. Звёзд наивыше нет, Прямо не во сне, Мануть законы физики суметь. Никто не улыбать. В пылью разлетится рван, Главное — любит, Силитер взорвав, Из гречи колен из враил, Улетит. С умом ветерка, где-то в облаках, умываясь, небесами обвинять. Чтоб ходить, мечтать, чтоб любить, летать и успеть, спеть. Жир, мечтать, сложнее, свежие пубцы могут такая, состанта 2015 года и в треке упёр Savьера, где-то поднёзно в нескольке. Летайте всегда, обязательно. Ну, вы знаете, я пишу песни про авиацию, пишу, как получается. Я знаю очень много людей, которые пишут не менее замечательные песни, так все равно я сказал. Знаю замечательных авторов, которые пишут классные книги или стихотворения. Но я бы хотел, чтобы вы сейчас послушали слова человека, которого вы все прекрасно знаете, который тоже выпускник Школы летчиков-испытателей, герой России. К сожалению, его уже нет с нами. Но вот я работаю на телевидении, и вот это интервью, маленький кусочек из которого сейчас будет, я считаю, наверное, вот, ну, в моем понимании лучше про авиацию никто не сказал. Сергей Николаевич Мельников. АПЛОДИСМЕНТЫ Людям по молодым временам, кто еще определяется в своей жизни, чем заниматься и куда идти, я бы сказал так, что если вы хотите ездить на хорошие Мерседесы, хотите в ночные клубы и казино, иметь много денег, то мой вам совет, не хотите не вернуться. Но если вы хотите иметь нечто гораздо большее, нечто такое, что невозможно купить, ни за доллары, ни за евро, ни за одного лютого мира, то прямой путь. А невозможно без них, как в паспорте дождливый день, пробиваешь облака, а там почему-то все время солнце. И это за это ощущение и одно мечтой. Можно отдать все. В этом жить. Сергей Николаевич Мельников. Друзья мои дорогие, я всегда что-то желаю на концертах, и, конечно же, искренне еще раз поздравляю с юбилеем этого, ну, это, наверное, нелепо звучит, учебного заведения, но так оно и есть, известнейшего во всем мире. Всегда желаю и вам всем, и вашим выпускникам, и тем, кто сегодня работает в небе с погонами, да и вообще всем нам, мирного неба. Чтобы летчики, если уж они смотрят там в эту прицельную марку, то чтобы видели они там учебные цели на полигонах, и всегда возвращались. И вы всегда возвращайтесь штатно, вот, чтобы на бетон спускаться по стремяночке. Мирного неба всем нам. Как обычно, улиц срочный, знать впряжелено же точно, мы летаем темно-ночно на свой вечный виск и страх, на нашу планшете метку, там в квадрате словно в клетке, и слыхается разведка в этих черновых корах. Нам поставлена задача, вот ищем потом удачи. Мы торопимся иначе, там поляжет целый всвод, запускает без газовки техник, старикой спецовки, хлопнет двор по законцовке, два грача ведут нам слез. Мы не смотрим на пейзоши, надо быть всегда на страже, средний горы, скалы, виражи мы, браток, не отставай, выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке, ничего себе разборки, но ведомы не зевали. Судя, жизнь пехота, начинается работа, справа тридцать пулеметы, где земля выпирает рёк, до вороту бросая у бабы, и на ноги не слабо, словно я попал уходу, заболзала самолёт. Трассира, как паутина, маневрирует активно, живописная картина, как собрасывок врачи, прилетели выручаем, все кайком нас здесь встречают, над землями отвечают, но разве я, как не молчи? Я кручусь, поверкаюсь, суды раз я зарекаюсь, поприлёт, поводняюсь, чтоб не я, тот сотый груз, на хрена пошёл я врач, вот Ульяновск, всё иначе, был потом машина-дача и водил барбуз. Грач, бедня, как излечен, я за это им отвечу, принесутся мне навстречу, ярко-красные шары, чудеса ещё бывают, живой, хоть попадая под глазом, не раскидай, нет спасения от шары. Горячо, не просто жарко, отправляю из подарки, удержать вам другую марку, под свинцом и пятком, ВПУ, какушка, танка, крохот, выстреловодка, держа вышка в сервенной банке, по которой ворот хула! не попасть по нынче в сводку, чтоб за нас не пили водку, я, как уж на сковородке, и с расходом анбайка имитирую атаки, выходить пора из дороги, ведь почти сухие ваги и подлёпаны пока. Мне подхожи, как мороза, вбираю чувства к носам, значит, есть я под вопросом, самолёт мой просто в хлам, нажимаю, мужчина дышит, слово делать куда-то свыше, и на ужденьке я слышу летуны! Спасибо вам! Обратно, довернули, позади снаряды пули, уравнение обернули, держит в воздухе врача, борт летит на чистом слове, из носа капли крови, знает все счастье, на здоровье получают врачи. Дальний, ближний, вот бетонка, парашюты хлопнут звонко, за рулю выйду в сторонку, и меня не дармошить, где-то в море, но это где-то, а вокруг такое лето, техник даст мне сигареты. Лех, ребята, будем жить! Будем жить! Мирного неба всем вам! Берегите себя! И, конечно же, с праздником! С праздником! 75 лет школы летчиков-воспытателей! Спасибо! Спасибо! Это был гость из Минска Николай Анисимов. В этот праздничный вечер поздравить нас из Санкт-Петербурга приехал театр степ-шоу Нинны Вениченко. Это неповторимый и единственный в России театр чечеточного искусства, лауреат неоднократных международных фестивалей в Москве, Испании, Финляндии и Германии. Встречайте! Театр степ-шоу Нинны Вениченко! АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дождь Дождь за окнами идёт за окнами, шутит за окнами, а вясть! Мы заохали, и мы заохали, и мы заохали, и все гулять! И мы заохали, и мы заохали, и все гулять! Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку, все гулять! Субтитры создавал DimaTorzok А заохали, и мы 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 заохали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Сделал вам ограду, рабочий не спохмел Он понимал, старался, сработал, как умел Он вместе с нами выпил и первую шапку снял Он знал, что за рабочий класс твой самолет взлетал И по большому счету отмерил он шаги Шагнули из окопа вы в тот день с одной ноги Я за квадрат бетона променял бы Распаханные груди цельны Не потому, что носят им цветы А потому, что живы все они Я за квадрат бетона променял бы Распаханные груди цельны Не потому, что носят им цветы А потому, что живы все они Субтитры создавал DimaTorzok